доброе утро вы спросите зачем я встаю в такую рань у меня первая игра за команду б как же не хочу вставать но нужно нужно доброе утро всем поехали сразу делаю кофе мне почему-то мне все так кажется что кофе меня бодрит самовнушение наверное кофе меня не бодри но я всегда пью ребят не знал как мне поступить посмотрел сколько ехать до стадиона там где игра ехать от меня 20 минут такси стоит 600 крон это 800 гривен вы представляете насколько здесь дорого это страх поэтому я начал писать в общую группу команды то есть кто меня может забрать и так далее слава богу откликнулся один пацан говорит что меня может забрать прям на моей ветке вот ну как забрать просто вместе со мной поехать на стадион на метро потом транспорт и так далее в общем сэкономлю баллов друзья по итогу чувак с команды приехал за мной на машине так что с кайфом доехал до стадиона послушал музыку а музыка что музыка настраивает но это стадион на котором мы будем играть везде зеленые поля ну это же одно удовольствие играть так что let's go let's go let's go ну что друзья сыграли мы 0-0 по приезду домой я вам все расскажу объясню покажу вставлю вырезки из матча с матчу на украинском заболоков так вот друзья так я еще и гол забил шоке в шоке гол забил но его отменили красиво после игры сразу пришел заснул потому что нереально устал последний раз играл чтобы не соврать на мкс это совсем не те нагрузки мкс и профессиональный футбол то что пацаны приду в себя и все вам расскажу обязательно блять даже рука не поднимается закрыть камеру для перехода я тут бы сейчас мог быть обзор матча но перед ли команда гостей поля не сняли игру поэтому друзья буду объяснять как смогу вот так вот на листочке у меня специальный блокнот так что поехали в общем для моей команды первый тайм выдался очень легко контролировали игру контролировали мяч было очень много моментов у соперников то есть моментов не было вообще первым тайм не забили моментов сказать сколько наверное 15 вот не буду врать 15 моментов не забили стопроцентных вопросами мячу деваться некуда ребята не забивают первый тайм закончился с владением 90 на 10 90 мотор лет 10 не помню название команды поэтому я думал что игра будет очень легкая вот так вот на сигарете выйду и 10 забьем и мы уедем домой с хорошим настроением напрягало то что моя команда не может забить так как если команда забивает то соответственно тренер решается на замены если 00 то он переживает и вдруг там отрок не вольется в игру и так далее хотя ребята вообще левые чайники просто против нас вышло все же я боялся что команда не забивает значит я не выйду в начале второго тайма ко мне подходит главный тренер и говорит алекс давай там хоть 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 дай движение и так далее ран 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 короче я начал разминаться максимально разминал разминался разбит блять разминался минут 15 потом пошел сел он сказал алекс давай через пять минут выходишь быстро путь 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 опять в общем на 60 минуте я выхожу разминался максимально активно хотел побыстрее задохнуться чтобы войти в игру и блиться чтобы уже на поле там не задохнуться и так далее так вот подхожу я к тренеру он мне говорит алекс ты выходишь крайнего нападающего крайнего полузащитника от тебя нужны точные передачи не лезь в обводку постоянно чуть у тебя мяч сразу делать передачу потому что он увидел что у меня хорошая левая нога я смогу доставить мяч в штрафную потому что ну контролировать с этой командой своей половине нет смысла они просто 90 минут скажу вам сразу забегу наперед они 90 минут сидели сзади автобусом реально ли 10 человек зависит от ну как пройти только передачами штрафно в основном моя главная задача была делать хорошие фланговые передачи но ударе старался это делать когда я получал вот здесь мяч я не пытался идти в водку я сразу же делал вот такую передачу на центрального нападающего но он либо не хотел либо просто не мог уже физически он вот так вот мяч пролетает вот здесь вот и он такой ой блять типа ну не достал жалко а этот вообще никогда не успевал на дальнюю и то есть получается все передачи в молоко но реально я не знаю в чем причина наверное физически устали что вы думаете я выхожу на поле и через пять минут я уже настолько задохнулся настолько наелся что мне язык у тут на плече весел это первая игра после перерыва долгого я последний раз играл только на мкс вот тогда на мкс я был более-менее в форме а сейчас ну то есть вообще разобранный я вышел как же мне было тяжело у меня уже знаете этот такой вот такое чувство когда кровью сорта воняет это очень тяжело ну то есть я уже хотел на через пять минут поменяться но в итоге потом разбегался все нормально и скажу сразу что позиция крайне получить никак ранее нападающего очень тяжелое потому что тебе нужно возвращаться назад лежать вот так вот 5 надо лежать по таку ну то есть это максимально тяжелое в атаке ты же не просто он поддерживаешь максимально то есть активность мячом и то есть у тебя еще мяч то это вообще так что пацаны было максимально тяжело но я переборок первые касания мяча были удачные я сразу начал источник передач принял отдал принял отдал почувствовал уверенность а нет первое касание мяча мне чуть не сорвали ухо просто такое ощущение как будто у меня там не знаю по пол головы не было так болела вот эта часть и как же хорошо что перед самым выходом я снял сережки если перестал сережки не за может быть меня судья на поле не выпустил бы но мне бы если бы вышел в сережках мне бы отрывали ухо вместе сережку вот так вот с мясом просто поехал бы зашивать чтобы вы понимали в этой игре александр коваль отличился забитым голом друзья сейчас буду показывать на смотрите друзья крестик это противник треугольнички это мотор лет это наш полузащитник это центральный нападающий это крайне нападающий это алекс коваль то есть я крайне нападающий у этого игрока был мяч он думал кому отдать либо же прокатить вот сюда в усы этот сделает подачу на 9 я сделал крутое открывание от противника пошагово показываю сюда и резко набрал ему за спину вовремя сделанная передача и я забил как-то в полупадение вот здесь вот в дальний угол сквозь руки вратаря но вот этот судья у тут был тварь он поднял вне игры поэтому гол не засчитали друзья же так жалко что нет видео я бы вам все показал очень было много моментов когда явно можно было дать мне передачу вход я бы уже бил поворотом но пацаны меня игнорировали это было видно и хоть кто бы мне не говорил что это не так пацаны меня игнорировали потому что он все-таки новичок в команде там непонятно хотя это было уже после забитого гола могли доверить как-то очень много передач не дали я очень расстроился хотя я просил орал там просто уже из последних сил но как-то не награждали концовки у нас было очень много моментов прям ну не знаю опять 15 моментов если не собрать или поворотом индивидуально обыгрывали опять били подачи сколько я подать сделал я сбился со счетом реально хороших причем подать просто то есть даже до удара не доходило потому что нападающий не мог найти этот мяч но он либо не хотел туда бежать на скорости врываться и на скорости забивать либо просто сил не было ну блин как же обидно реально каждая подача его так за голову убрался когда летит хорошая подача грех туда не побежать и забить ну я не понимаю его честно либо просто скила не хватает так как я нахожусь в честь уже длительный период времени я немножко по ним даже не немножко и очень многое понимаю уже на чешском языке просто не могу сказать в ответ поэтому в раздевалке после игры я понимал что говорил тренер и он прям пихал очень жестко орал разбрасывал вещи говорил алекс типа вот у нас первую игру он забил гол и на своей позиции а вы типа там дровосеки не можете забить гол таким дровосеком в общем очень сильно пихалом за этой методом а я сидел такой плечики расправил алекс я в порядке просто забил голик не засчитали окей ну я уже отметился где-то знаете блокнотики там плюсик стоит или галочка что пацаны забил гол не важно сайт не в сайт все был я отметил друзья но в дальнейшем я надеюсь что мои игры будут снимать поэтому хочется уже вам показать красивую картинку обзор матча они вот это вот дичь на листочке будем разбирать мои опасные моменты мои ошибки опасные моменты команды пропущены иглы забиты иглы так что друзья возвращение футбол проект алекс коваль все снимается все планируется представьте просто если бы у меня были возможности были бюджеты какие-то высокие я бы вам снимал такую пушку просто вы были в шоке были реально вы бы еще сознание потеряли поэтому очень хочется чтобы наступил мир в моей стране я поскорее вернулся в украину и там мало просто мясо так чтобы сны всем мир всем любви всех люблю всех обнял всем пока пока что получается ты смотришь мои видосы еще не подписан на меня дружище пора исправлять эту ситуацию прямо сейчас я что тебя часто о чем-то прошу сделай мне приятно подпишись на мой youtube канал обнял